Добрый день, коллеги! Я приветствую всех представителей средств массовой информации, наших уважаемых гостей, экспертов, участников сегодняшней пресс-конференции. С нами сегодня представители концерна «Алмаз-Антей» и Леонозовского электромеханического завода по предварительному докладу совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17. Они дадут свои выводы и заключения. Итак, я с удовольствием их представляю. Советник главного конструктора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский. И наш второй гость – заместитель главного конструктора трассового радиолокационного комплекса «Утес-Стэ» Леонозовского электромеханического завода Виктор Мещеряков. Михаил Вадимович, не теряя времени, передаю слово вам, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, как вы знаете, сегодня было мероприятие, на котором международная следственная группа довела выводы, к которым они пришли на данный момент. Я хотел бы обратить внимание на то, что в ходе проведенной презентации практически не рассматривались вопросы, касаемые технического расследования. Оно было опущено. То есть эти вопросы практически не поднимались, но на взгляд представителей концерна это сделано не совсем верно. Дело в том, что если рассматривать непосредственно технический отчет, который был презентован в октябре прошлого года, то основу этого технического отчета, если говорить о сухом остатке, это две модели. Первая модель – это модель ожидаемой схемы расположения повреждений, и вторая – результаты моделирования разлета осколков. Здесь я хотел бы обратить внимание, что рассматривалось не реальное повреждение, которое наблюдается на самолете, то есть на фрагментах самолета MH17, а рассматривалась именно модель, световая модель. Причем, обратите внимание, это выдержка из материалов Совета по безопасности Нидерландов, и там сразу написано, что вся модель строилась изначально, только для одной версии, то есть когда ракета летит ровно навстречу самолету. И основной вывод о том, как ракета встретилась с самолетом, был сделан на основе сравнения двух моделей. Слева – это модель ожидаемых повреждений на версии прилета ракеты на встречном курсе, то есть параллельно самолету, и справа, соответственно, распределение осколков при таком же поражении. Совпадение двух моделей было принято за непровержимое доказательство того, что ракета прилетела именно на встречном курсе. Соответственно, здесь вот представлено, можно посмотреть, как сверить, откуда взяты эти материалы, это все из материалов технического расследования. Теперь попробуем рассмотреть это несколько под другим углом, как это делал концерн ПВО «Алмаз-Антей». Мы изначально не рассматривали ни одну из версий, я имею в виду направление прилета ракеты. Мы начали с оценки реальных повреждений, которые можно было наблюдать на фрагментах самолета. На этом слайде для вас представлен фрагмент финальной 3D-реконструкции, и внизу для сравнения модель ожидаемых повреждений по версии прилета ракеты на встречном курсе, как раньше была версия снежная, сейчас назвали другой населенный пункт, Первомайская, но они расположены рядом друг с другом. Как вы видите, вот желтая полоса, это реальная граница зоны повреждений и внешней обшивки самолета, она существенно отличается от ожиданий, если бы ракета прилетела на встречном курсе. Кроме того, вот здесь представлены 6 пробоин на фотографиях, эти фотографии делал лично я сам, именно на авиационной базе «Гилзерейн» в феврале и мае 2015 года. Прошу прощения, в феврале это делал мой коллега, вот эти две, остальные фотографии это я делал сам. Как вы видите, повреждения номер 3, 4, 5 и 6 находятся вне зоны ожидания, и это только те фрагменты, которые в итоге смогли попасть на финальную 3D-реконструкцию. Как сегодня было заявлено представителями международной следственной группы, те фрагменты, которые представлены на финальной 3D-выкладке, их устраивают. Но однако в интернете, и не только в интернете, есть большое количество других фрагментов, которые по тем или иным причинам не попали на финальную выкладку, и они очень сильно противоречат техническому заключению Голландской комиссии. Вот для примера два таких фрагмента. Один из них в качестве рисунка 15 представлен и в финальном отчете технической комиссии, правда, представлена его фотография, но не проведен анализ, где находится этот фрагмент, какие его повреждения, соответствуют ли он модели повреждений. И еще один фрагмент, фотография которого есть только в интернете. Тут я хочу обратить внимание, что вот этот верхний фрагмент, это часть крыши над кабиной пилотов, он один из самых информационно важных. И если вы помните материалы предварительного отчета, который был еще в сентябре 2014 года, он там фигурировал под фотографией номер 9. И был основным доказательством того, что самолет был поражен высокоскоростными кинетическими объектами, действующими извне. И тогда ссылка на эту фотографию была на представителей Международной комиссии. В финальном отчете написано, что ресурс вот этой фотографии взят от малозийцев. Причем выбран очень такой удачный ракурс, на котором не видно реальное повреждение данного фрагмента. Прошу обратить внимание, что сверху представлены в виде красных фрагментов, то есть как могли бы выглядеть эти элементы на финальной 3D-реконструкции. Дело в том, что и этот фрагмент, можете обратить внимание, на нем видна заводская маркировка, номера шпангоутов, номера стрингеров. Поэтому ошибка в определении реального местоположения этого самолета не может превышать 1 дюйма, то есть 2,5 см. На этом фрагменте, который показан сверху, также присутствует изнутри маркировка всех шпангоутов, стрингеров и также осевая линия самолета. Прошу обратить внимание, внизу видно, что фрагмент номер 8, который расположен снизу, он весь со всеми своими повреждениями находится далеко за световой моделью ожидаемых повреждений по версии прилета ракеты на встречном курсе. Но есть еще один фрагмент. Вот этот фрагмент у нас проходил под номером 7. Дело в том, что концерн провел анализ более чем 30 различных фрагментов. Вот этот фрагмент номер 7 был представлен на презентации отчета Голландского совета по безопасности, но он располагался вместе с фрагментами левого двигателя в другом ангаре. Дело в том, что на нем видно, что есть определенные повреждения, но не зная, где расположен этот фрагмент, очень тяжело судить о том, насколько он важен. А как вы видите, весь этот фрагмент в левой верхней части со всеми своими повреждениями находится очень далеко за теми повреждениями, которые могли бы быть на самолете и которые соответствовали модели ожидаемых повреждений при прилете ракеты на встречном курсе. Здесь представлены некоторые образцы наиболее характерных повреждений на данном фрагменте. Прошу обратить внимание, что сквозное повреждение номер 7 находится дальше шпангоута 332. Если почитать внимательно материалы технического отчета, то в отчете ТНО, который проводило моделирование, там как аксиома написано, что нет повреждений от осколков, дальше шпангоута 220. Номер шпангоута соответствует количеству дюймов от условного начала самолета. То есть, 332 минус 220, вот настолько ошиблись голландские специалисты при определении зоны повреждений. Кроме того, это тот же часть того фрагмента, вид изнутри. Можно наблюдать, что разрушен весь силовой каркас данного фрагмента. Это шпангоуты, стрингеры. Причем, если посмотреть в нижнюю левую часть, то видно, что шпангоут имеет большое количество сквозных пробоин и разрушен. При этом снаружи, на большом расстоянии, порядка 11 дюймов, нет ни одного входного отверстия. Что однозначно позволяет утверждать, что эти поражающие элементы, которые пробили данное отверстие, пробоины, двигались вдоль левого борта. Это как раз соответствует той версии, которую концерн Алмаз-Антей придерживается, начиная с самого первого нашего мероприятия, в июле прошлого года. Естественно, такое же моделирование было и определение повреждений было проведено и для других проекций, не только вид слева, но и вид сверху, и вид спереди. Как вы видите, модель реальных повреждений, привязанная к финальной 3D-реконструкции, с учетом тех фрагментов, которые по разным причинам не присутствуют на финальной выкладке, существенным образом отличается от модели ожидаемых повреждений. Вот здесь представлено сравнение этих двух моделей. Внизу это модель ожидаемых повреждений по версии голландских специалистов, то есть это тот эталон, с чем сравнивали моделирование подрыва боевой части. Как мы видим, три зоны можно обнаружить. Первая и третья зоны с зелененьким, это те места, где повреждения при прилете ракеты на встречном курсе должны быть, но их там нет. И красная зона, это те повреждения, которых быть не должно, но они, тем не менее, там существуют. Вторая составляющая нидерландского отчета по технической комиссии, это была модель боевой части. Значит, здесь, обращу ваше внимание, вот здесь вот написаны, перечислены 8 документов, которые имели соответствующие грифы, вплоть до грифа совершенно секретно. На основе которых была создана модель, ну, тут та имитационная модель, которой пользовался концерн «Алмаз-Антей». Она построена на результатах множества государственных, серийных и контрольных испытаний, более 100 испытаний. И, соответственно, все параметры проверялись неоднократно. Причем, обращаю внимание, посмотрите на даты документов, это 80-е, 81-е до 91-го года. То есть мы пользовались теми материалами, которые были заложены в технические условия производства данного изделия. Основное отличие указано вот в таблице. Основное, на мой взгляд, это учет меридиональных углов разлета. Как вы видите, вот главное отличие, это вот то, что задний фронт боевой части, в вариантах голландского моделирования, отличается на 12-15 градусов. Это очень важно. Почему? Потому что при моделировании подлета ракеты на встречном курсе, угол ее подхода к самолету определяется именно задним фронтом. Срезав 12-15 градусов заднего фронта, модель автоматически поворачивает приблизительно на такое же количество градусов в направлении против часовой стрелки, то есть в направлении желаемой версии прилет со снежного или, как сейчас говорят, с первомайского. Прошу обратить внимание, вот в верхней части слева выдержка из отчета ТНО. Несмотря на то, что мы передали голландской стороне реальные характеристики данных изделий, были сняты грифы секретности с реальных документов, приглашали их ознакомиться с ними, с самыми первоисточниками, то есть документы конца 70-х, начала 80-х годов, то есть технические условия, как это изделие производилось. Тем не менее, специалисты ТНО пришли к выводу, что по физическим соображениям вариант алмаз-антея им не подходит. И как, ну вот, чтобы объяснить такое несоответствие, вот другой голландский институт НЛР использовал данные из американских учебников. Но за основу была взята цилиндрическая боевая часть с подрывом сзади. Тогда как на ракетах БУК, на всех типах, какой бы ни был, используется веретенообразная или бочкообразная боевая часть, и детонатор расходится спереди. Поэтому, чтобы перевести, как бы, подобоваримый вид американские данные, их просто нужно отзеркалить. Соответственно, задний фронт, вот это стало бы задним фронтом переместилось, и вот именно приблизительно на 15-20 градусов автоматически были изменены характеристики. Причем это объяснялось, ну, физическими соображениями после проведенных моделирований. Тут я хочу еще раз подчеркнуть, что голландские специалисты проводили многократные моделирования с использованием действительно современной хорошей программы SplitX. Мы же свою модель строили на результатах более 124 испытаний. То есть, производился реальный подрыв боевых частей в специальной мишенной обстановке, снимались все характеристики, определялись углы, плотности осколков, скорости. И именно этими данными пользовались мы. Значит, еще в мае месяце, когда были переданы данные голландским специалистам, мы поняли, что, скорее всего, они не будут использованы, так как, ну, в силу определенных причин, могут быть, точнее, не использованы. Поэтому 29 июля 2015 года в адрес международной комиссии, технической комиссии, был направлен документ, в котором представлены результаты государственных испытаний. То есть, выписка из книжек, которая на тот момент еще имела гриф «Секретно». И представлены, соответственно, характеристики. Основные характеристики, которые соответствуют модели, используемые Алмаз-Антеем. Данный документ был получен, соответственно, голландскими специалистами, но также не учтен. Значит, зная это, мы провели компьютерное моделирование. Вот это вариант голландской модели боевой части, Алмаз-Антея модели боевой части. И вот их сравнительный вариант, то есть, как бы на щитовой мишени. Вот так выглядят повреждения по голландской версии. Но это для определенного положения. Просто вот щит, и рядом с ней подрывается боевая часть. И вот, соответственно, версия Алмаз-Антея. Красным цветом выделены те зоны, которые абсолютно не учитываются, ну, как я и говорил, порядка 14 градусов, не учитываются голландской версии. Был проведен первый натурный эксперимент в щитовой мишенной обстановке, который, помимо всего прочего, имел задачу подтвердить те технические характеристики, которые были переданы международной комиссии. Причем, прошу обратить внимание, эксперимент был проведен 31 числа. То есть, через два дня после того, как было направлено данное письмо. Потому что на момент проведения этого эксперимента мы были абсолютно уверены в результате, который мы получим, потому что данные были подтверждены государственными испытаниями большим количеством еще в 80-х годах. Соответственно, вот такая разница в подходе. Ну, и здесь представлен еще один вариант. Это как бы несколько щитов в увеличенном виде. Тут можно видеть, что в реальности осколки поражают даже дальше 124 градусов, потому что и в государственных испытаниях доходило до 130 градусов, но там достаточно небольшой процент таких пробоин, поэтому мы наставили, что задний фронт 124 градуса. Таким образом, и модель статического подрыва боевой части, которая использовалась Голландским советом по безопасности, не соответствует реальной действительности. Таким образом, весь технический отчет, который строился на совпадении двух моделей, использовал не совсем достоверные данные. Это имеется в виду повреждения самолета и модель боевой части. Тем не менее, мы предложили провести натурный эксперимент, потому что, естественно, у многих специалистов возникло сомнение, что эксперимент в щитах, там условия, щиты почти перпендикулярно расположены. Был подготовлен и проведен эксперимент уже непосредственно с самолетом. Мы его тоже презентовали, и было обращение к голландской стороне участвовать в этом эксперименте, и даже больше, чем за месяц до его проведения, был выпущен официальный пресс-релиз, где мы открыто приглашали всех заинтересованных принять участие в подготовке и проведении данного эксперимента. Значит, основные характеристики, я имею в виду основные исходные данные полностью соответствуют основной версии голландского технического отчета. Соответственно, вот модель, и вот было проведено это испытание. В результате этого испытания, еще нескольких проведенных до этого и после этого, специалисты концерна пришли к выводу, что версия о подрыве ракеты на встречном курсе недостоверна. Причем эта недостоверность подтверждается целым набором факторов. В первую очередь, это несоответствие характера повреждений. Вот вы можете увидеть с левой стороны повреждения на некоторых фрагментах самолета МХ-17 и на аналогичных по расположению фрагментах самолета-мишений Ил-86. Значит, ну если судить по публикации в интернете, очень часто нас, как бы, ну не то что обвиняли, но сомневались, потому что испытания проводились в статических условиях, а не в динамических, но дело в том, что в динамических условиях кинетическая энергия поражающих элементов только возрастает. Там может быть определенное совпадение с точностью до угла, там до 1-2 градусов, но тем не менее создать условия такие, чтобы поражающие элементы со скоростью более 2000 метров в секунду, двигающиеся, не смогли пробить двухмиллиметровый слой диралюминия при углах встречи 20 и более градусов, это невозможно. Причем повреждений таких очень много. Эта вот фотография сделана непосредственно на месте предварительной выкладки в феврале 2015 года. И еще раз, как бы, большим планом сравнительное повреждение, аналогичного по расположению фрагментов на самолете Ил-86. Ну, как раз видно вот эта полоса, это состыковка двух секций фюзеляжа, как раз вот она здесь располагается. Также есть еще и другие, в смысле, повреждения непроникающих большое количество. Вот, как пример, еще один приведен. Причем, прошу обратить внимание вот на эту пробоину. Поражающий элемент прошел вдоль корпуса самолета, срезал краску, срезал часть металла, но не проник внутрь. Потому что вот вид изнутри, два поражающих элемента других прорвали обшивку, но тоже не вошли за преграду, а продолжили свое движение, как фрезой, срезав часть металла. Такое возможно только в единственном случае, если эти поражающие элементы шли практически параллельно корпусу. Ну и также в обоих экспериментах отличительной особенностью боевой части с двутаврами, это были соответствующие дырки в форме бабочки. На элементах самолета присутствуют десятки таких повреждений, причем не только на внешней обшивке, но и есть и на элементах внутреннего оборудования самолета. На данном слайде представлены варианты моделирования светового. С левой стороны это по версии голландской комиссии, это встречный курс, и мы провели такое же моделирование световое, это было проведено уже после первого эксперимента. Соответственно, мы видим три основных серьезных отличия. По версии голландской, которая находится слева, область номер один, как вы видите, правое крыло освещено светом. То есть из той точки, которую рассматривали голландцы при тех условиях подрыва ракеты, должны были быть повреждения правого крыла. Однако о таких повреждениях ничего не известно, и в отчете черным по белому написано, что таких повреждений нет. Область номер два, это левое крыло и левый двигатель. По голландской версии туда ничего не прилетает. Объяснение, конечно, очень простое, это якобы носовая часть ракеты разорвалась. И область номер три, это вот именно те фрагменты, о которых мы говорили ранее, которые не попали на выкладку. То есть по голландской версии там повреждений быть не должно, по нашей версии как раз повреждения там могут присутствовать. И мы на фрагментах Боинга это наблюдали на фотографиях. И вот как бы общее сравнение. Слева голландская модель ожидаемых повреждений, справа модель концерна ПВО Алмаз Антей ожидаемых повреждений, а по центру это схема повреждений, которая снята с 3D-реконструкции, и тех фрагментов, которые известны по фотографиям, которые детально изучены. Кроме того, прошу обратить внимание, я вам говорил, что верхняя часть правого крыла освещена светом. Вот мы провели также дополнительное моделирование по голландской версии. И как видите, вот красные отметины, действительно должны поражающие ленты попасть в правое крыло. Причем вот в левом нижнем углу можете обратить внимание, это результат моделирования best match, который принят в Международной комиссии технической, как наиболее оптимальный. Вы видите, что часть поражающих элементов обходит корпус самолета и летит в направлении правого крыла. Но, правда, рисунки на этом дело заканчиваются, и поэтому неясно, попадут они, не попадут. Но я вас имею в виду, что они попадают. Кроме того, вот прошу обратить внимание, в верхней левой части, это фрагмент высокоскоростной камеры, здесь видно, что значительное количество осколков пробивает корпус самолета насквозь. И вот именно эти осколки по моделированию должны были попасть в правый двигатель, потому что большая часть из них сохраняет высокую кинетическую энергию и должны были бы повредить правый двигатель. Но, однако, на правом двигателе никаких осколочных повреждений нет. Следующим интересным, таким важным моментом это является определение точки детонации. Вот здесь представлены два варианта точки детонации по версии двух институтов нидерландских, которые использовались в проекте финального отчета. Именно по ним мы предлагали провести эксперименты, и в итоге он и был проведен. После этого, уже после написания замечаний к проекту отчета и после его обсуждения, появились в конечном отчете новые версии, совершенно новые точки детонации и их большое количество. То есть происходил перебор этих точек детонации, поиск какого-то положения. Я думаю, для вас не секрет, что криминалистическими методами определить точку подрыва можно достаточно точно. И разброс более чем в 2 метра по координатам в таком серьезном расследовании быть не может. То есть вначале считали, что на расстоянии 4 метра от самолета подрыв, потом там крайняя точка 2 метра на удаление от самолета. Именно под это еще и менялись и те характеристики, которые вообще меняться не могут. В левой части представлены выдержки из проекта технического отчета, где черно-по-белого написано, что обследовано, вернее найдено 300 повреждений на фрагментах Боинга. С учетом недостающих фрагментов их будет 600. И максимальная плотность повреждений соответствует 80 пробоин на квадратный метр. Это было точно соответствовало техническим характеристикам Бука при подрыве на дальности 4 метра. Когда стало ясно, что 4 метра не похоже на правду, передвинули на 2 метра, в официальном отчете уже пишут 350 пробоин, 800 с учетом недостающих фрагментов, и плотность возросла аж до 250 пробоин. Соответственно, при этом никто дополнительных пробоин на фрагментах самолета не делал. Я так думаю. Кроме того, важная особенность, голландские специалисты ограничились оценкой только границы зоны повреждений. А такой важнейший элемент оценки повреждений, как определение и распределение плотности повреждений, не оценивался вообще. Вот здесь представлен фрагмент, по которому была изначально определена плотность 80 пробоин на квадратный метр. Но, как вы видите, плотность распределения пробоин крайне неравномерна. Максимально в верхнем левом углу и уменьшает, соответственно, по движению вправо и вниз. Соответственно, кроме того, вот как пример, 2 пробоины номер 19 и номер 49, они расположены приблизительно на одном уровне, но характер повреждений абсолютно разный. Если в пробоине номер 19 поражающий элемент пробил не только внешнюю обшивку, но и мощный силовой элемент и шпангоут, видно, что как минимум 3 преграды преодолел и проникл внутрь самолета, то пробоин номер 49 повредил внешнюю обшивку, и видно, что рикошетом ушел наружу. При подрыве боевой части на встречном курсе, то есть когда условия прихода проражающих элементов практически одинаковые, а тут расстояние меньше полутора метров, углы так сильно различаться не могут, и плотность так различаться не может, просто не может физически. Такое может возникнуть только в единственном случае, когда расстояние от левого края фрагмента до правого края фрагмента очень сильно меняется от точки подрыва, то есть расстояние, которое нужно пройти поражающий элемент. Дело в том, что плотность повреждений обратно пропорциональна квадрату расстояния. Если говорить по-простому, пролетев в два раза больше расстояния, мы получаем в четыре раза меньше дырок. Приблизительно такое положение мы и наблюдаем, что в левой части пробоин почти в четыре раза больше, чем в правой. Кроме того, после написания этого отчета появились еще некоторые фрагменты, которые до этого не были доступны для изучения. И здесь эта особенность еще более наглядно видна. Прошу вас обратить внимание, вот внизу пробоины 2.1, 2.2, 2.3. Это в районе датчика угла атаки. И смотрим на модель ожидаемых повреждений. Это место находится приблизительно в центре ожидаемых повреждений. То есть там должна быть максимальная плотность повреждений по версии прилета со снежного. Однако мы реально видим, что всего несколько сантиметров ниже этого датчика вообще отсутствуют повреждения. А самое нижнее повреждение 2.2, под номером 2.2, это осколок вообще только поцарапал лакокрасочное покрытие. То есть сорвал краску, даже не поцарапав металл. Это также абсолютно не соответствует повреждениям, которые могли бы образоваться на фрагментах самолета при подрыве ее на встречном курсе. Также еще один очень важный момент, который упустили голландские специалисты, не обратили на нее внимание, это механическое пробивное действие. Первый раз мы его подтвердили в первом эксперименте с щитовым. Здесь вы видите кадры замедленной съемки. Поражающие элементы последовательно пробивают 5 преград с суммарной толщиной 14 мм дюралюминиевого сплава. После этого они попали еще в специальную ловушку и углубились на глубину до 40 см в доске. Соответственно, это мы подтвердили ранее переданные данные о механическом пробивном действии элементов. Это важно для чего? На самой первой своей пресс-конференции мы заявили, что если бы подрыв ракеты был на встречном курсе, то неминуемо самолет должен был быть пробит насквозь. Однако на Боинге сквозных пробоин нет. Вот здесь представлен этот элемент. Вы видите, на какую глубину в деревянный ящик с досками и пенопластом он пришел. Это как раз двутавр. Таким образом, механическое пробивное действие, которое мы заявили еще до эксперимента, и которое соответствует тем данным, которые были рассекречены в 80-х годах, полностью было подтверждено. Также были проведены целый цикл специальных исследований. А именно, это определение условий, при которых возможно образование рикошета. Потому что, как я вам показывал, на фрагментах есть непроникающее повреждение вплоть до полного рикошета. Испытания проводились на специальной лабораторной установке. Использовались штатные осколки. И испытания проводились, соответственно, при различных углах атаки. Начали мы с 15 градусов, потому что это минимальный угол встречи прожающего элемента по версии, которая была озвучена в техническом расслаблении Голландской комиссии. Ну и основные результаты его исследования следующие. Испытания были 15, 10 и 5 градусов. Основной вывод. Во всех случаях при простреле преграды, установленной под углом 15 градусов, происходило сквозное пробитие преграды с проникновением элемента за преграду. То есть при подходе прожающего элемента на минимальной возможной скорости, даже меньше 2000 метров в секунду, происходит безусловное пробитие преграды, и осколок проникает внутрь. В ряде случаев, представлены там 4 опыта, при простреле преград, установленной под углами 10 и 5 градусов, происходило сквозное пробитие без проникновения элемента за наружу. Ну вот представлен вариант, 20-30, можете посмотреть. То есть дырка сквозная образовалась, но элемент отразился и не прошел за преграду. В одном, только в единственном случае, это опыт номер 20-12, в самом нижнем левом углу, произошел полный рикошет осколка без сквозного повреждения преграды. Ну и самое главное, что все элементы, которые смогли проникнуть за преграду испытательную, пробивали 5-миллиметровый стальной экран контрольный. То есть они сохраняли высокую кинетическую энергию. То же самое было получено, аналогичные результаты, ну это со второй нашей презентации слайд. Здесь видно и высокоскоростные осколки, которые должны были бы попасть в правый двигатель, пробив самолет насквозь, и те, которые только смогли пробить внешнюю обшивку с обратной стороны, с правой стороны, и, скажем так, практически вывалились, то есть потеряли высокую скорость. Ну и вот сравнение повреждений Боинга и Ил-86. На фрагментах Боинга не было ни одного сквозного пробития на правом борту. И в отчете нет ни одной фотографии и упоминания о таких пробоинах. На Ил-86 десятки таких пробоин, часть из них представлена здесь на слайде. Ну и, соответственно, проведя испытания, большое количество моделирований, мы подтвердили свою версию, а именно то, что приход ракеты и условия встречи ее соответствуют углу 72 градуса в горизонтальной плоскости. Тем самым подтвердили свою версию о наиболее вероятном пуске ракеты из района южнее Зарощенское. И, кроме того, был определен, уточнен тип ракеты, это именно ракета 9М38 с боевой частью без двутавра, о чем говорит полное отсутствие пробоин бабочек на доступных нам для изучения фрагментах малазийского Боинга. Спасибо за внимание.